Всем привет дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на канале SayBigPro. Сегодня продолжение игры Эликс, часть 2. Если ты видел первую часть, тебе будет проще смотреть эту. В общем, вкратце, если рассказать, я прошел, ну, некоторое маленькое обучение и сейчас иду с игроком, точнее, с персонажем Дурас, который ведет меня в город под названием Галиет. И по пути он мне предлагает зайти в развалины, в которых я, возможно, что-нибудь интересненькое смогу найти. Давай, поэтому проследуем в развалины. Пошли в развалины. Смелый выбор. Дурас уважает вас. Я получил уважение Дураса. Отлично, отлично. Подожди, подожди. Огнелист. Эй, Рахмат, нормально. А, вот эти развалины, что ли? Ну, я, видимо, понял. Хорошо. Ай. Горло стер себе уже. И чё? Кто тут есть? Так, есть цель, хорошо. Как цель захватить? Ну, допустим. Первую цель мы сделали. Маленький живолист. Металлический храм получил какой-то. Клирик мертвый. Оружие клирика, один из пяти. Слушай, здесь темно. Ржавый топор ещё один. Шкафчик. 33 алексита. Отлично. Я не знаю, много это или мало, но... До этого я, по-моему, один кусочек алексита встречал и больше его не видел. Не-не-не-не-не-не, братан, не тот. Вот этот. Маленькое целебное зелье, допустим. Так, давай быстро ещё осматриваем, что тут есть. Рюкзак. Блин, я думал, он рюкзак поднимет. 7 алекситов. Слушай, ну если ты смотрел первую часть, ты уже, наверное, понял, что... Вещей здесь очень много. Просто очень. Пропаганда какая-то. Что это? Да. Так, пустой рюкзак, вроде как, всё. Крыса. Ладно, я думаю, на обратке я всё подниму. Подожди, подожди, подожди. Надо Дурасу помогать. Что ты будешь делать? Ветки, пустите меня. Да, он уже с кем-то дерётся, надо ему быстренько помочь. Давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Парируй, парируй, братишка. Вот, хорошо. А, выносливо. Представляешь, да? Блин, как так получилось-то? Как так получилось-то? В смысле? Употребление чистого эликса способно придать людям сил и сделать их ум острее, лишив при этом эмоций. Это как эквилибриум, судя по всему. Блин, да это, слышь, это вообще, это как так? Каким образом-то я умер? Ты готова идти? Я готова идти. Поехали. Гоу, летс гоу, мэн. Блин, надо быть внимательнее. Хм, средний уровень сложности, и я так быстро отправился на тот свет. Да. Мм, давай, сейчас, наверное, я буду уже умнее. Ай, я тихо, тихо, тихо. Два врага сразу, два. Был же один, по-моему. В тот раз. Я попадаю вообще по нему, нет? Смотри, он меня сейчас реально зафигащит. А выносливости категорически не хватает. Понимаешь? Не хватает ее. Завали. О, хорошо успел. Все, ты меня задрал, короче. Я сейчас все свои умения применю. Ну, мне не хватает. Все, смотри, все. Блин, надо качать выносливость. Это я тебе серьезно говорю. Это я тебе, как новичок, Алексе, заявляю. Официально заявляю. Так, давай тогда сразу здесь все подниму. Магниевый факел. Так, ну, явно эти темы можно использовать. А, жареное мясо. Ой, хорошо. Забирай. Все забирай. Три штуки. Забирай. В смысле, я пожарил или что? А, ну, вот, вяленое мясо. Все, я понял. Еще жареное мясо. Что-то там легко, что-то там, что ли, непонятно. Металлический хлам. Целебное зелье. Господи, тут на одних вещах можно потратить половину своей жизни. Это что за штука? Вы активировали телепорт. Теперь вы в любой момент можете вернуться сюда с помощью карты вашего адъютора. Хорошо. Активировал телепорт. Это очень-очень хорошо. Так, клирика. Я уже здесь все подбирал. Оружие клирика, допустим. Так, нет, подожди. Надо поднять вот здесь все. Блин, снова в этих шкафчиках лазить. Так, Алексей 33 штуки, допустим. Дальше. Шкафчик. Малое целебное зелье, допустим. Так, здесь, по-моему, больше уже ничего не было. Только вот там, в рюкзаке, да. Мне уже сложно представить, какое количество вещей находится в моей сумке. И что с этими вещами можно будет делать, мы с тобой узнаем, когда уже окажемся в городе. Так, не, это же по записке, зачем я ее беру? Игрушка вышла 17 октября 2017 года. В тот же момент она мной была приобретена. Но у меня, к сожалению, руки так и не доходили. Отчет о задании. Допустим, потом почитаем. Так, здесь какой-то факел валяется. Так, короче, там уже мой... Да что ты будешь делать? Там мой дружище уже явно с кем-нибудь, с кем-то сражается. Смотри, а в этот раз здесь никого нету. Любопытно. Судя по виду этих развалин, в старом мире здесь какая-то фабрика. Ты что-то знаешь о старом мире? Да, только то, что узнал, когда бродяжничал. Развалены до обломки. Да какое мне до него дело? Какое дело? Да мы все оттуда родом. Берсерки хотят снова сделать мир таким, каким он был прежде. Ну а другие группировки раскапывают его кости, надеясь заполучить остатки прежних технологий. Я получу эту. Я получу эту, мак. Я не знаю, мазафака, бич. Что за... Что за курица? Мелкий кусак. Дура, схватит болтать, вот реально. Я половину первой части потратил на болтовню. Так, он стоит. Ждет меня. Хорошо, значит... Значит, значит, мы здесь уже все зачистили. И мне нужно просто здесь порыскать, поискать. Вот эта вот штука интересно так стоит. Нет, вы не думаете? Нет, вы не думаете. Ну и правильно делаете. Так, сундук. Хорошо. Энергетик. Малый запас. Ментальной энергии. Хорошо. Поехали дальше. Так, там вроде как ничего нету. Давай обследуем до конца второй этаж. Ну, взаимодействовать с этими технологиями я никак не могу. Здесь явно что-то лежит. Блин, не угадал. Ага. Мертвый клирик. Оружие клирика получено. Радио. Включить-выключить. Допустим. Целебное зелье. Взять. Как я его отопнул? Молитвенник клириков. Да, допустим. Блок сигарет. Ой, у меня уже сигарета вкурится просто. Рецепт. Какой-то рецепт. Инструкция по изготовлению малого запаса энергии. Блин, мне бы здоровье. Пачка денег. Старого мира. А мог мимо проскочить. А так у меня денюжки теперь есть. Ну и на втором этаже вроде как я уже все осмотрел. Давай вернемся к первому этажу. Там просто было какое-то помещение. По-моему. 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 Знаешь где? Так, подожди. Здесь, во-первых, мертвый клирик. Это раз. Во-вторых, можно было зайти сюда. Это два. Но здесь что-то как-то страхово, по-моему. Тебе не кажется? Отмычка. Все. На этом предметы здесь кончились. Блин. Тут. Я сейчас по-любому кого-нибудь встречу здесь, да? Так. Здесь выход на улицу. Допустим. Здесь у нас что? Так. Подожди секундочку. Где-то у меня были фаерболы. Я хочу попробовать их использовать. Только где? Вот. Магниевый факел. А я его куда дел? А я его кинул. Ну, допустим. Так. Здесь ничего я взять не могу. Малое зелье маны. Здесь тоже ничего. Суп. Ну, показателей своего голода я не вижу. Так. Факел можно поднять. Хорошо. Так. Ну, допустим, здесь больше ничего нету. Неинтересно. Бутылка с водой. Нет. Так. Подожди. Кинуть я могу? Да. На правую клавишу мыши могу. Теперь давай перепроверим. А. Ну да. Судя по всему, когда у меня факел в руке, я не могу взаимодействовать с другими вещами. Возможно. Возможно, что это так. Ладно. Пойдем дальше. Здесь выход наружу. Ага. Где я оказался? Так. А здесь ничего интересного нет? Нет. Вроде как ничего интересного здесь нет. Ладно. Пойдем обратно. К Дурасу. Так. Давай прогружайся. Ага. Шел же я вроде вот так. На второй этаж. И сейчас. Точнее. Это как, наверное, первый, что ли. Так. Здесь окошко. Здесь я был. Все. Я все понял. Так. Шел я туда. Все. Помещение. Вроде как я все обследовал. Допустим. Не надо так скакать. Пожалуйста. Дурас. Так. Все. Пойдем в Голиэт. Отлично. Тогда за мной. Ты сказал, что там были алисы в этой области. Сколько лет назад это было? Так. Клирик. Трогал его? Нет? Ой. Отлично. Четыре. Слушай, один клирик остался. Блин. А где его найти? Мистер Клирик. Все. Пять оружий клирика я подобрал. Отлично. Это было не сложно. Я боялся, что я где-то, где-то упустил оружие клириков. Но. Но. Нет. Все замечательно. Все хорошо. Подберем растение. Тролль трава. Прикольно. Допустим. Так. Впереди какая-то хрень я вижу. Я не слепой. Почему в меня? Почему сразу в меня? Почему ты на слабых нападаешь? Позаппакер. Ладно. Давай просто постою. Допустим. Просто постою. Котор атака. Котор атака. Здрасте, пожалуйста. Дурас. Дурас. Твою ж налево. Пей, 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 пей. Хорошо. Что-то Дурас перестал мне помогать. Тихо. Все. Тихо. Все. Все закончилось. Успокойся. Блин. Я, короче, пока еще... Ладно. Я не пойду за ним. Фиг с ним. Я еще не совсем понимаю систему боя в этой игре. Надо как-то, не знаю, надо как-то освоиться, на кем-нибудь, на ком-нибудь поучиться все это делать. Так, впереди я вижу постройки. Возможно, мы уже дошли до пункта назначения. Кстати, вот что мне нравится. Ну, в первую очередь мне нравятся игры с открытым миром. Вот я сейчас могу пойти в абсолютно любую сторону, и Дурас останется меня здесь ждать. Нифига не хп, смотри. Слушай, это средний уровень. Добивай его. Это средний уровень сложности. А мне тяжело, как никогда просто. Смотри, снизу какое-то помещение. Вот здесь какое-то помещение. Ты уже готов? Блин, круто вообще. Так, ну, что я еще могу сказать в сравнении с Готикой? Это продолжается сравнение. Оно будет, наверное, на протяжении всех серий игры Эликс. Давай сам, кстати, с ним дерись. Ой, красавчик, молодец. Наконец-то. Сырое мясо получено, допустим. Ну, страшного в этой игре я пока еще ничего не увидел, но это как бы естественно. Я только начал играть, только начал здесь осваиваться. Здесь прохожу, так сказать, обучение. Поэтому какие-нибудь страшные вещички я думаю, что еще увижу. Да, это город. Что касается геймплея, это Готика. Это однозначно Готика. Ближе, наверное, к третьей уже. Думаю, отсюда ты и сам доберешься. В Галете ты найдешь все необходимое. Встанешь на ноги, а потом сам решай. То есть я могу просто уйти, если захочу. Я бы на твоем месте сперва обзавелся оружием. Опять броня оружия? Конечно, он мне уже раз в двадцать это сказал. А что будет, если к вам сюда заглянет Альп? Они пытаются нас убить. Убивать. Так что мы убиваем их. Ну, кроме сепаратистов группы Альпов, которые отделились от Сакара. Ну, допустим. Не стоит доверять предателям. Может, эти сепаристы хотят стать свободными людьми, а может, это новая угроза. Но я уверен, что вместе мы сможем победить Альпов. Пока что сепаристов слишком мало, и у них нет друзей. Им уже становится ясно, как тяжко жить, если ты не примкнул ни к одной из группировок. Они от этого нервные, так что я с ними был бы поосторожнее. Они на всех смотрят с подозрением. Ну вот мы и добрались до Галиета, но это лишь самое начало твоего пути. Заходи, когда обустроишься. Если понадоблюсь, я буду в крепости вождя Рагнара. На вершине чего-то там, кого-то там. Хорошо. А, нажмите L, чтобы отметить следующую цель задания Вадью Тори. Допустим. Так. Ладно, я пока ничего ставить здесь отмечать не буду. Я хочу вначале освоиться в городе, посмотреть, есть ли там торговцы, взять какие-нибудь задания. Ну и в общем... Слушай, вот я, наверное, ставлю соточку, что меня сейчас не пропустят. Ну, может быть, меня пропустят, но до меня докопается вот этот стражник. Если он докопается, это... Не, ну, нет. Я не буду говорить, что это чисто готика, если он докопается. Нет, возможно, я пройду мимо. Ну, нет, я же говорил. Я меряю серых воронов и властью, данной мне вождями Голиета. Приказываю, назовись и объясни, что тебе тут нужно. Всем известно, что в Голиете зорко следят за тем, чтобы альбы сюда не пролезли. Меня прислал Дурас. А, так ты из порученцев Дураса. Тогда советую идти с отчетом к Рагнару или к кому-то из вождей, сразу как в город зайдешь. Они проверят, не альский ли ты шпион. Ладно, ладно. Можешь заходить. Но все оружие держи в ножнах. Вздумаешь что-то вытворить, любой паладин тебя превратит в пепел раньше, чем ты успеешь подумать. Зря меня Дурас сюда прислал. Да, и не кради ничего. И техникой не пользуйся. Ничего другого я от тебя и не жду. Я понял. Хорошо, тогда приветствую тебя от имени всех берсерков. Извини, дружище, но с тобой я болтать не буду. Ибо очень много времени на это уходит. Не, я когда-нибудь с ним поговорю для того, чтобы выяснить вообще историю, для того, чтобы освоиться в игре, так сказать, все разузнать про нее. В общем, мы зашли в город. Данный геймплей может напоминать, соглашусь, разные игры. Но мне в первую очередь этот геймплей напоминает Готику. Ну, я уже это говорил, я начал говорить, а потом меня перебил, по-моему, Дурас, да, или кто-то меня перебил. В общем, больше всего игра похожа на третью Готику, естественно, потому что первая, вторая, это уж совсем... Смотри, мне запрещено брать определенные предметы, это Готика. Можно лечь на кровать, это Готика. Можно сесть на лавку, это Готик. А наверх я могу подняться? И могу подняться наверх, это Готик. Да, несомненно, в этой игре очень многие моменты напоминают Готику. Понятное дело, все это преобразовано, все это выглядит намного интереснее. У пираний же еще какая-то игра была. Вот, блин, я забыл название, тоже было подобие Готики. Где твоего персонажа выбрасывает на какой-то пляж, и оттуда ты уже начинаешь творить свою историю. Блин, вот реально забыл как-то... Там вот название еще несложной игры, но, блин, я забыл, дружище. Ладно, ну если ты играл, ты понимаешь, о чем идет речь. Нельзя брать предметы, это Готика. Смотри, сейчас проверим. Пусть эту оружие! Ага, смотри. Люди против того, чтобы я вытаскивал оружие из ножен. Это тоже Готика. Ну, ну и все остальное, в принципе, напоминает ту же самую Готику. Открытые двери. В здание можно зайти. Это типа глаза привыкают, что ли? Или это так графика, так долго? Так, смотри, есть торговец. Со многими предметами можно взаимодействовать. Так, крась я пока ничего не буду. Давай пообщаемся с торговцем. Еще один пришлый. Ты торговать пришел, сражаться или просто пожрать на халяву? Потому что если нам никто не поможет, я понятия не имею, как нам своих-то прокормить. Они же вроде как магией владеют, могут что угодно из воздуха доставать, а с продуктами как? Почему нам еду... Нет, не магичат. Чем... Подожди. А, подожди. Почему нам еду не намагичат? Во, неправильно я начал читать. Похоже, помощи тебе не дождаться. Не делай вид, что ты мне сочувствуешь. Таким, как ты, ничего не нужно, кроме силы, которые дают магия, проблемы простых людей им по барабану. Но чем мне магия поможет, когда жрать охота? Нет, я на этот счет иллюзий не строю. Даже если магия нас может защитить от врагов, пустой желудок он не наполнит. Короче, все, пройду, пройду. Что у тебя есть на продажу? Покажи, что у тебя есть, и все. Я не собираюсь с тобой болтать. Давай, скорее. Выбор меньше, чем мне бы хотелось. Ну, что есть, то есть, да? По барабану вообще. Если ты будешь играть сонным в эту игру, есть вероятность того, что ты просто-напросто уснешь. Да покажи мне уже свои товары. Ну, в самом деле. Я не могу тебе помочь. Ты только можешь купить этого типа из наших черных смехов. Но ты только продал к бессеркерам. И даже если ты бессеркер из правильной рамки, ты будешь уверен, что это стоит тебе. Сколько? Некоторые шарки, конечно. Но если ты работал по дороге, чтобы быть элигипен, ты должен получать много. Короче, для того, чтобы мне, судя по всему, получить хорошую броню и хорошее оружие, как хорошее, для начального этапа игры, мне нужно стать берсерком, и тогда я смогу купить оружие и броню у кузнеца, который три шкуры с меня сдерет. Сейчас, подожди. Давай уже поторгуем. Короче, который дорого с меня возьмет. Посмотри сам и скажи, что тебе надо. Давай быстрее. Ой, наконец-то. Слава Богу. Топорик. Топорик. Урон плюс восемь. Разводной ключ. Я сейчас не буду ничего покупать, скорее всего. Я просто посмотрю на наличие товаров. То есть здесь есть немножко оружия. Здесь есть еда, зелье, мана, шкура, железо, кость, золотой слиток, железная руда, терапыры, терапыры, инструкция, стрела. Так, ну это да, это все. И продать я могу. Продать я могу. Много, много, много чего. Но все это, по-моему, очень дешевое. Сигареты более-менее можно продать. Нет, что, реально суп за одну монетку? Нет, ты серьезно? Или это количество? Да, наверное, это количество. Давай-ка посмотрим еще раз. Да, суп стоит 4. Чего это, чего это? Я пока еще не понял, в чем из... А, в элекситах. У меня 295 элекситов. Я понял. Ну хорошо. Этим я займусь, конечно же, позднее. В общем, я хочу выразить благодарность, естественно, разработчикам, то есть пираньям, разработчикам этой игры. Именно потому, что они наконец-то воссоздали ту самую Готику. Понятно, она сейчас в другом абсолютно виде, то есть это уже современный мир. Насколько я помню, это планета Земля. Но для того, чтобы не расставлять все материки, не расставлять все вот эти острова, как полагается нашей настоящей планете Земля, поэтому ее назвали по-другому. Кстати, как назвали Землю, я вот не помню. Здесь не написано ничего? Карта? Нет, ничего не написано. Вот такая карта, вот так она выглядит. Ой, слушай, она достаточно большая. О! Да ладно, подожди, серьезно? Вот смотри, я здесь. Это что такое? Маленький лагерь. Вот, я вот в этом городишке Это, судя по всему, город Вот видишь вот эти постройки Это весь город, еще нужно Попробовать оббежать Это не из карты Здесь какая-то пустынная местность Здесь что-то зеленое Не знаю, можно туда попасть или нет Выглядит как закрытая часть Здесь, это что такое? Это вулкан, возможно, какой-то Здесь что-то все вулканическое Здесь зима Не знаю, можно сюда попасть или нет Скорее всего нельзя, это скорее всего просто так Сделано, да, вон видишь, дорожки Все вот эти вот заворачивают Здесь какое-то помещение Интересное, здесь можно побывать зимой Допустим Здесь обычная Обычные леса Причем в очень Большом количестве Ну и собственно все Ну ладно, примерно я с картой разобрался В общем, про что я говорил-то А, что, понятное дело, здесь уже Современный мир Наша планета Ну, грубо говоря, планета Будем говорить, что В принципе, аналогичная Нашей планете Но в которой появился Эликс Эликс это Это, 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 как сказать Это полезное Ископаемое С другой планеты Ну, в общем Историю Эликса Я думаю, ты уже понял Смысл Эликса Ты уже понял Так, заходил я там Да, да, да Я там заходил Ты я уже где-то Ты по кругу город, что ли, обежал? Я не думаю Мне нужен вожак Мне нужен головак Вот этот А где он находится? Где, кстати, здесь Главак-то? Наверное, вот наверху Возможно, да? Это башня Или это дом? Ой, блин Фиг его знает Что это такое вообще Давай-ка Вот так я, наверное Остановлюсь А смотри Там еще какой-то дом А нет Это просто как Блин Ладно Ну, в общем Вторая часть На этом кончается Части будут небольшие Минуток, наверное, по 30 Не хочу их сильно-сильно растягивать Для того, чтобы тебе было комфортнее Все это дело смотреть В общем Во второй части мы Ну, я лично Да, увидел Очень многие Схожести С Готикой Меня это реально радует Спасибо огромное Я столько лет ждал Готику Причем до сих пор четвертую Насколько ты знаешь Серию этих игр Точнее, не серию игр А право на создание Готики Компания Пираний Продала другой компанией Не помню ее название Никогда знать не буду И та уже другая компания Выпустила Готику 4 Которая никому абсолютно не зашла Игра получилась Не то, что не очень Просто От предыдущей части К примеру От третьей Игра уже Очень сильно отличалась Ну, естественно Когда В руки Когда игра попадает Уже в чужие руки Естественно Из нее лепят Абсолютно другое Поэтому Готика 4 Никому не зашла Все фанаты Готики Первой, второй и третьей Конечно же Огорчились Что В свет Уже никогда не выйдет Готика Именно от этих Разработчиков И вдруг Выходит Эликс В 2017 Году Выходит Эликс Ты в него заходишь И понимаешь Что здесь есть Практически все От Готики И это реально круто Вот этот огромный мир Куча всего неизведанного Вот этот геймплей Вот эта физика Готики Блин Это реально круто Спасибо вам Ребята Большое Ну а с тобой Мы увидим Увидимся В третьей части Спасибо тебе за просмотр Ставь лайк Внизу в описании Есть все необходимые ссылочки Оставляй комментарии Подписывайся на канал Удачи